В последний день лета в Иркутской области полностью сняли особый противопожарный режим. С 31 августа посещать лес и разводить костры можно практически в любой точке региона. Исключение составляет территория Прибайкальского национального парка. Напомним, особый противопожарный режим ввели еще в апреле. В большинстве районов он действовал до середины лета, а на севере области сохранялся намного дольше. На встрече молодежного правительства с губернатором региона Игорем Кобзевым ребята защитили проекты для развития туризма. Мероприятие прошло в рамках постфорумной работы Международного молодежного форума Байкал. Напомним, что проект Владислава Липатова, интерактивная туристическая карта Иркутской области, уже получил региональную грантовую поддержку на форуме в размере 100 тысяч рублей на его реализацию. Проекты «Промышленный туризм» Софьи Рукавишниковой, гастрофестиваль в Иркутской области Нараира Хачатряна и «Открывая регион» Глеба Муравского представили для получения обратной связи от экспертов и доработки перед подачей на грантовые конкурсы. На встречу собрались также лидеры молодежных сообществ Приангарья, представители региональных ведомств и муниципальных образований. Сегодня они сформировали свою позицию, что для них молодежный туризм в приоритете. Сегодня участвовали эксперты. Мы пригласили с муниципалитета наших таких экспертов с большой буквы, которые, в общем-то, оценивали их проекты. Мне кажется, это правильное направление. Проект нового водозабора направили на экспертизу. Исследование качества воды в реке Ангара проводили неоднократно, и оно оставляет желать лучшего. Ежегодно водоканал тратит существенные ресурсы на дополнительную очистку. Альтернативный источник воды расположен под землей, вблизи деревни Чебогоры. Однако для того, чтобы освоить месторождение, нужны значительные ресурсы. Первый шаг сделали в декабре 2019 года. Тогда при поддержке областного правительства заключили договор на проектирование. Финансирование выделили из регионального и окружного бюджетов, а также из средств водоканала. В мэрии рассчитывают пройти все согласования до конца года, чтобы как можно скорее приступить к реализации проекта. Предполагается, что трубопровод от месторождения оборудуют за счет национального проекта «Чистая вода». Такая заковыка вышла. Чтобы закончить в этом году, необходимо одновременно зайти и в экологическую, и в главгосэкспертизу, что, собственно, невозможно. Главгосэкспертиза без экологической экспертизы в принципе документы не принимает. И вот мы с этой проблемой обратились к мэру. Мэр, соответственно, обратился к губернатору региона. Приемка в школах закончилась. Пока дети были на каникулах, в учебных заведениях прошел широкомасштабный ремонт. Появилось новое технологическое оборудование. Детей в этом году ждет еще одно новшество – патриотические мероприятия. Ребята узнают о символах государства, гимне, триколоре, о традициях. С 1 сентября с поднятия флага и исполнения гимна будет начинаться учебная неделя. Также в школах позаботились о здоровье учеников. Все педагоги сдали экспресс-тесты на COVID-19. Обязательным останется измерение температуры. В нашей школе будет вынос флага. Выбрана знаменная группа основная. Туда вошли ребята, которые отличились в учебе, волонтерском движении. Социально активные ребята в спорте. Это знаменосец и два ассистента. В Братске прошел товарищеский матч по пейнтболу между Центром помощи детям и Уголовной исполнительной инспекцией. Это одно из мероприятий, которые проводит Братская инспекция для разнопланового, духовного и эстетического развития молодежи. Помимо патриотической минутки, подростков ждал рассказ о технике безопасности и притчи об игроке, который победил целую команду без единого выстрела. В пейнтболе существует множество сценариев. Выбить всех противников, захватить флаг или заложника. Но для ребят пока выбрали обычную перестрелку, которая помогает разрабатывать тактику и прививает подросткам командный дух. Наше мероприятие мы посвятили знаменитой битве над Курской дугой, победе в этой битве. Сейчас ребяткам небольшой экскурс мы проведем. Насколько была тяжела эта битва и как нашим солдатам удалось вообще переломить силы противника. Мы считаем, очень важно формировать в молодом подрастающем поколении патриотизм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова